Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Я хочу пожелать каждому из вас успехов в учебе, в вашей жизни, здоровья вам, вашим родным и близким. В новом учебном году в округе появилось несколько новых образовательных объектов. Мне за дом очень обидно, потому что хочется, чтобы была всегда чистота и порядок. Как лестничная клетка может стать местом преступления? Наша задача сегодня сформировать работоспособный коллектив. Этим вопросом занимается управление образованием. Глава округа проинспектировал новый детский сад в ЖК Люберцы парк. Сюда мы не пускаем вообще никого. Только вас сегодня. В Люберецком дворце культуры прошел день открытых дверей. А теперь подробнее об этих и других новостях. Третий этап неочередной конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» состоялся в музее-усадьбе «Архангельское». На встрече приняли региональную предвыборную программу «Подмосковье. Территория перемен». В конференции участвовали делегаты Люберецкого отделения партии. С 12 июля по 20 августа в Московской области работал единый центр сбора наказов от жителей. Итог. Определили основные приоритеты развития региона на ближайшие пять лет. В Подмосковье собрали более 700 тысяч инициатив. В Люберцах – более 25 тысяч. Наибольшее их число коснулось сферы медицины. Я хочу, конечно, нашим главам еще раз сказать, что каждый новый врач в территории – это очень важное приобретение. И я очень рассчитываю, что все наши программы – ипотечные, льготные, забота о врачах – они 100% будут давать дальнейший результат. В Люберецких медицинских учреждениях устанавливают современное оборудование. Материально-техническая часть находится на высоком уровне. Однако остро стоит вопрос нехватки узкопрофильных специалистов. «Идея, лежащая на поверхности, но она, опять же, затратна для бюджета. Это может быть рассмотреть другую градацию по зарплате для муниципалитетов, которые находятся в соседстве с Москвой. Потому что Москва оказывает громадную конкуренцию с точки зрения перетягивания специалистов. Мы пытаемся привлечь со стороны, но иногда люди выбирают разницу в зарплате». Отдельное место в программе занимает благоустройство территории и ремонт домов. В Люберцах работы проводятся на 38 дворовых территориях. Сегодня в округе устанавливают 33 детских и 17 спортивных площадок. На 2022 год запланирован ремонт 45 многоквартирных домов. «Мы за последние годы отремонтируем только подъезды, по-моему, процентов 70 от общего массива. Навели порядок городской кругу Люберцы. И Люберцы в частности, по количеству детских спортивных площадок нам нет равных в Московской области. Мы по количеству этих детских спортивных площадок больше всех у нас. И мы каждый год их обновляем». Городская среда, контроль продукции в магазинах и питание в школах. В Люберцах реализуется 14 федеральных партийных проектов. Также действуют два местных проекта – «Школа молодого партийца» и «Молодая гвардия». «Мы приглашаем людей, тех, кто так или иначе связан с политической жизнью в нашем городском округе Люберцы. Он проводит лекции, рассказывает о работе. То, что касаемо «Молодой гвардии», мы рассказываем о тех героях, которые в нашем городском округе есть. Допустим, олимпийский чемпион, герой России, герой Советского Союза. И они рассказывают о своей истории, как они это сделали, как они встали. Также в приоритете партийцев на ближайшие годы развитие системы образования, транспортной доступности, социальной защиты, современного жилья и экологии. Айтад Шчерагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Томилинский пруд очистили от мусора и обустроили его береговую линию. Результат работы ценил министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин, глава округа Владимир Ружицкий и, конечно же, жители поселка. Подробности в сюжете. В честь обновленного водоема устроили настоящий праздник. Ведь для жителей Томилина пруд – любимое место отдыха. Сюда приходят погулять, порыбачить, провести время с семьей и друзьями. Я лично с удочкой сижу. За полдня вот такого поймаю, но мне не важно. Мне важно посидеть, отдохнуть, подумать, в мыслях собраться. Глянешь, поплавка уже нету. Поднял бычок там такой. Уже давно говорили о том, что нужно его очистить. И несколько раз заявления всякие подавали. Вот свершилось наконец-то. Вот если бы еще лавочки поставили, чтобы можно было сидеть, как было бы хорошо. Жительница Томилина Елена Портас рассказывает, что в детстве отец учил ее рыбачить именно на этом пруду. Сейчас она приводит сюда своих детей. Вместе гуляют, кормят уток и рыб. Было очень печально наблюдать, когда за последние годы пруд сильно зарос. Он мельчал. Мы боялись очень его потерять. Поэтому вот эти мероприятия по очистке, они были очень своевременными. И я надеюсь, что благодаря им пруд опретет новую жизнь. Водоем очистили по программе губернатора «Сто прудов и озер». Томилинский пруд прошел первый этап санитарной очистки. На берегу и в акватории убрали мусор, камыши, сухие деревья. Для комфорта жителей вокруг водоема поставили фонари. Скоро появятся лавочки. В Томилинском пруду появились новые обитатели. Владимир Ружицкий вместе с Андреем Разиным запустили в воду молодых карпов. Для уток установили новые домики. В скором времени очистят пруд от ила. Водоем оказался под пристальным вниманием благодаря активному голосованию жителей на портале «Добродел». Объекты у нас выбираются посредством голосования. Это двухэтапный процесс. Первично муниципалитет формирует реестр прудов, которые необходимо почистить, определяет перечень работ. И те пруды, которые набирают наибольшее количество голосов жителей, включаются в программу в первоочередном порядке. Министр отметил, что округ уделяет особое внимание вопросам экологии. За последний год в Люберцах значительно улучшилось качество воздуха, благодаря постоянному эко-мониторингу. Раньше округ был на первом месте по уровню загрязненности воздушной среды. Люберц с первого места ушел уже ближе к концу первой десятки. Очень приятно, что городской округ в этой работе занимает такую серьезную активную позицию. Я точно рассчитываю на дальнейшее совместное движение вперед. В сентябре на сайте Добродел стартует новое голосование за выбор водоемов для очистки в 2022 году. Каждый совершеннолетний житель может принять участие. В программу планируют включить еще 60 озер и прудов в Подмосковье. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители управления доложили о проделанной работе на минувшей неделе. Люберецкие пожарные на прошлой неделе боролись с четырьмя возгораниями. В одном из пожаров пострадала женщина. В собственной спальне она получила сильные ожоги и отравилась угарным газом. Пострадавшую сразу же отправили в больницу. 25 августа в 12 часов 51 минуту Малаховка, улица Калинин, дом 19, дом 12. В одной из квартир на кровати обгорел матрас на площади 0,2 квадратных метров. Пострадавшая гражданка, проживающая в данной квартире. Жителей все чаще волнует освещение улиц. На прошлой неделе поступило 21 обращение по работе фонарей. Все замечания устранили. Также просьбы дали старт программе «Светлый город». Уважаемые жители, у кого есть вопросы по работе уличного освещения, просим вас обращаться в единую диспетчерскую службу подрядной компании «Энергострой». А также можете обращаться в управление ЖКХ и в социальные сети. Совещание завершили на торжественной ноте. За заслуги перед городским округом Люберцы вручили награду председателю Совета депутатов Сергею Антонову и поздравили с юбилеем. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В поселке Октябрьский состоялась встреча с жителями. Глава городского округа Владимир Ружицкий и сотрудники администрации ответили на самые актуальные вопросы, которые волнуют горожан. В преддверии первого сентября у Люберчан остро стоит вопрос дошкольного и школьного образования. В Октябрьском на капитальный ремонт закрыли детский сад номер 12. Приступить к реконструкции должны были в 2021 году. Однако из-за отсутствия финансирования работы перенесли на следующий год. Тогда задаю вопрос следующий. Зачем тогда вообще было его закрывать, этот 12-й детский сад, для того, чтобы уплотнить все группы, сделать по 50 человек? Чтобы перейти в режим реконструкции детского садика, надо делать экспертизу, надо делать проект, потому что капитальный ремонт, и тогда выделять деньги. Чтобы эти все процедуры выполнить, надо было его закрыть. Это чистая процедура, чисто строительная. Здание по результатам экспертизы было признано аварийным, и мы не могли допустить, чтобы туда ходили дети. Еще один вопрос, который волнует жителей – здравоохранение. В октябрьском планируется строительство поликлиники на 500 посещений в смену для взрослых и детей. Проектные работы и подготовка земельного участка начнутся в 2022 году. Окончание строительства – 25-26 год. Да. Ака, вы – это серьезнейший объект. Это же не просто домик, это с оборудованием. В конце встречи жители смогли лично пообщаться с заместителями главы городского округа. Все вопросы занесли в протокол. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ОЛРТ. Нецензурные надписи и мусор в подъездах – явление нередкое. Жители нескольких домов в Люберцах провели экскурсию по подъездам и рассказали, как лестничная клетка может превратиться в место преступления. Яркий пример тому, когда творческому порыву некуда деться, а в художественные школы не берут. Для таких людей стены в подъездах – это холст. Жители дома номер 7 на Октябрьском проспекте искусство не оценили. Росписи стали устраивать на площадках, на стенах везде, у лифтовых, на лестничных площадках. Даже вот картину, чтобы было красиво, повесили, и то ее разрисовали. Чтобы хоть как-то побороть вандализм в подъезде, жители установили камеры видеонаблюдения. На них попался один из хулиганов. Незнакомец перекрутил дверцы почтовых ящиков. И вот мы не знаем, как с этим бороться. Мне за дом очень обидно. Потому что хочется, чтобы была всегда чистота и порядок. С лестничных клеток доносится резкий запах. Вандалы превратили подъезд в туалет и свалку. Буквально дня три назад у нас была жалоба на засор мусороциспровода. Подрядчик пришел, прочистили, промыли, засыпали, убрали и все вычистили. Это было после обеда. На следующее утро снова три жалобы на засор мусоропровода. На пятом этаже жители делают ремонты. И весь строительный мусор сыпят в мусоропровод. Похожая картина в доме 5 на улице Колхозная. Здесь 20 августа начался ремонт подъезда. Последствия ночных посиделок на лестницах пока устранили не полностью. Вот это бомжи. Как сейчас наступит холода, мы от них не успеваем отбиваться. Ночуют на этой лестнице и чтобы не было холодно лежать на цементе, они берут, срывают двери. Боимся пожар получится. Потому что уже был такой случай, что один бомж тут запалил бумагу. Мы тут испугались. Боятся и жители дома 34А на улице Космонавтов. Сломанные двери вандалы выбрасывают с общего балкона. Попали на машины. Так каждый день жители рискуют здоровьем и жизнью. Женщину в этом году чуть не изнасиловали около лифта. Здесь все было, в милиции было все. Прямо здесь сидел, около лифта она лифту звала, она бросилась на нее. Ходить по лестнице в этом доме можно только с фонарем. Вандалы разбивают светильники и вырывают короба для защиты проводов. Я вам даже могу сказать, вот только мы отремонтировали, наш ремонтное производственное управление, у нас РПО приходит, отремонтирует только все это, приводит в порядок. Буквально на неделю все это хватает. Через неделю обратно все в таком же состоянии. Ремонт в домах городского округа проводится один раз в пять лет. Однако обновленные подъезды не выдерживают и месяца, превратившись в самодельную галерею, общественный туалет и просто небезопасное место. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Филиалы Почты России в Московской области должны привести к единому стандарту. Такое поручение в конце прошлого года дал глава столичного региона Андрей Воробьев. В городском округе Люберцы подлежит ремонту шесть почтовых отделений. Новый облик одного из них уже оценили мои коллеги. Почтовое отделение на улице 8 марта закрыли на ремонт три недели назад. За такой короткий срок здесь произошли кардинальные изменения. Снаружи новый фасад и пандус, внутри косметический ремонт и современное оформление. Работу провели согласно сметной документации, которая была утверждена брендбуком Почты России. Мы аккуратно и красиво вписались в интерьер фасада всего. Соответственно, мы понимаем, что живем много со временем и нам нужно тоже развиваться. Нам нужно также составлять какой-то ритм и составлять какое-то определенное действие на данной территории. Комфортные условия создали не только для клиентов, но и для персонала. Отремонтировали помещения для приема посылок и корреспонденции, оборудовали комнаты отдыха и обновили склад. Также в почтовом отделении заменили систему отопления и пожаротушения. Мы переговорили с сотрудниками, довольны, можно же где-то счастливы. Они, по крайней мере, улыбкой на лицах, потому что было что до. Это одна была ситуация, одна атмосфера. И сегодня, да, это красивое добротное помещение, где, я думаю, что людям будет хотеться прийти на работу. На территории городского округа Люберцы работает 26 филиалов Почты России. Чтобы во всех отделениях был единый фирменный стиль, нужно переоборудовать 6 объектов. На сегодняшний день большая часть работ уже выполнена. До конца месяца закрытые на ремонт отделения Почты вновь откроют свои двери для посетителей. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Ухо, горло и нос теперь проверять удобнее и эффективнее. Многофункциональный комбайн для отариноларингологов появился в детской поликлинике номер один. В кабинете Лора установили современное оборудование. На смену традиционному обследованию пальцами пришли маленькие камеры. Данный комбайн оборудован дополнительно фиброларингоскопом, как гибким, так и жестким отоскопом, чтобы посмотреть более внимательно на мониторе, что происходит у нас в ушках, в носу, в гортани у детишек. Гибкий отоскоп, прибор с помощью которого проводят осмотр, предназначен для детей школьного возраста. На профилактический медосмотр привела дочку Ирина Куликова. Отличный врач, все хорошо. Такое новое интересное оборудование. Когда я сама видела то, что, скажем так, творится у ребенка в ушах. Нет воспаления, все прям здорово, очень видно, наглядно. Детское поликлиническое отделение номер один в составе Московского областного центра охраны материнства и детства рассчитано на 300 посещений в смену. Стоматологи, хирурги, кардиологи. Здесь работают 99 специалистов. В медицинское учреждение продолжат поступать современное оборудование. Все, что касается материальной базы, то понятно, что это задача и наша, и областного правительства – оснастить всем необходимым оборудованием. До конца года здесь будет поставлено оборудование на порядка миллионов более 170. Это 31 единица техники, из которых 24 уже установлены. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Илья Атаманов, начальник Люберецкой госавтоинспекции, рассказал о подготовке к 1 сентября и нововведениях в законодательстве. Более подробно в сюжете моих коллег. Камеры системы «Безопасный регион» запечатлели несчастные случаи на Люберецких дорогах. Здесь виновниками трагедии становятся пешеходы. Они даже не смотрят по сторонам, выходя на проезжую часть. Чтобы не допустить такого, каждому нужно соблюдать одно важное правило – при выходе на дорогу убедиться, что водитель готов пропустить. В идеале найти его глаза, понять, что человек на тебя смотрит. Не всегда это позволяет. Дорожная обстановка, освещение, значит, как минимум убедиться, что машина остановилась. Причем это предписано правилами дорожного движения. Пешеход обязан убедиться, что ему предоставляют преимущества. Не обязан воспользоваться своим преимуществом, обязан убедиться. Казалось бы, прописные истины. Но в этом году в 90 ДТП пострадали люди – как пешеходы, так и пассажиры. Получили серьезные травмы 15 детей. Поэтому госавтоинспекция усилила контроль. В День знаний около Люберецких школ будут дежурить 70 сотрудников ГИБДД по всему округу. Задача родителей в эти дни – научить детей правильно проходить маршрут от дома до школы и обратно. Не надо воспитывать детей. Воспитывайте себя. Потому что дети будут вести точно так же, как вы себя верите. Проецируем эту фразу на безопасность дорожного движения и обучение детей. За перевозкой маленьких пассажиров тоже пристально следят. В округе проводится рейд по использованию детских кресел. Илья Атаманов рассказал и о нововведениях, которые коснутся автолюбителей с 1 сентября. Теперь знаки фотофиксации будут стоять только при въезде в населенный пункт. А не перед каждой камерой, как это было раньше. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На свою первую линейку в Люберецкие школы пришли более 4700 первоклассников. В преддверии нового учебного года в Люберцах прошла традиционная конференция с педагогами. В лицее номер 4 собрались руководители школ и детских садов, а также лучшие педагоги округа, чтобы обсудить наступающий учебный год. Хотел бы, в первую очередь, пожелать такого творческого настроя, на то, чтобы хватило сил, энергии дать те знания, которые они не постоянные, мы какую-то базу получили, но учителя причем по жизни все время ее пополнять. И чтобы это дали нашим детям. Владимир Ружицкий наградил лучших педагогов округа знаком главы. Депутаты вручили почетные грамоты от Московской областной думы. Знак главы получила учитель начальных классов Марина Ваканова. Она педагог со стажем. Учит детей читать, писать и считать уже 39 лет. За свою деятельность я получала немало наград. У меня есть грамоты Российской Федерации. И неоднократно отмечалась главой. Но вот этот знак за усердную службу трогательно. Были удостоены наградами и молодые специалисты. Педагог Полина Саликова работает в детском саду «Интересик» два года. Воспитывает детей в логопедической группе. Большие впечатления, очень эмоциональные. Потому что это награда как молодого педагога для меня первая. Я очень рада, что добилась таких больших наград и такого почета. В Люберецкие школы идут более 39 тысяч детей. В сады 20 тысяч малышей. Такие цифры назвала начальник управления образованием Виктория Бунтина. Также она отметила, что к новому учебному году многие учебные заведения объединили. В прошлый год мы посвятили с вами большой работе по реорганизации сети. Если ранее, пять лет тому назад, в сети было более 115 учреждений, то на сегодняшний день сеть сократилось до 65 учреждений образования. Мы создали в этом учебном году 15 образовательных комплексов и объединили 41 школу и детский сад. Изменения ввели и в учебный порядок. Теперь школы Люберец перешли на модульную систему обучения. Дети будут пять недель учиться, затем одну отдыхать. Ближайшие каникулы уже 4 октября. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Вместо цветов – вкусный букет. В преддверии Дня знаний в Краскове организовали мастер-класс по созданию фруктового букета для учителей. Наша съемочная группа узнала, как сделать съедобный подарок. Яблоки, мандарины и груши. На первый взгляд собрать композицию сложно, но Екатерина Рожникова уверяет – все быстро и просто. На шпажке насаживают фрукты. Деревянные палочки склеивают между собой скотчем. Декорировать можно карандашами и ветками. Учились красиво упаковывать потом этот букет. И вот сейчас я отрезаю ленточку, чтобы мы закончили букет. Очень красивый. Организатор мастер-класса Алла Рогачева. Она же руководитель социального проекта «Могу заработать сам», в рамках которого проводят мастер-классы. Идея собрать всех, кто занимается декоративно-прикладным искусством, возникла в прошлом году. Всех нас когда-то учили бабушки чем-то заниматься, что-то творить, вышивать, вязать, неважно что. Когда человек попадает в определенные ситуации и лишается социума как такового, ему очень тяжело это переживать и морально, и физически, и психологически. Игрушки, заколки, украшения. В мастерской собраны результаты разных видов рукоделия. И оказалось, что у нас очень много народу, которые занимаются именно ручной работой, изделиями, и делают просто шедевры. Просто шедевры. В рамках социального проекта мастер-классы проводят и для детей, и для старшего поколения. А самодельными фруктовыми букетами дети остались довольны. Главное, чтобы они уцелели до 1 сентября. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ОЛРТ. В микрорайоне «Самолет» торжественно открыли второй корпус 28-й школы. Новое общеобразовательное учреждение приняло более двух тысяч воспитанников. На праздничной линейке, конечно же, побывали и мы. Раз, два, три, поехали! 1 сентября воспитанники и коллектив 28-й школы отметили тройной праздник. Начало учебного года – открытие нового корпуса и стадиона, где могут заниматься жители всего микрорайона. На нем как раз и разместили праздничную сцену. Ребята, я вам всем желаю обучаться, творить, исследовать. Открывайте новое. Вперед и в добрый путь! Я рад поприветствовать вас по поручению главы городского округа Люберцы Владимира Петровича Ружицкого. Я хочу пожелать каждому из вас успехов в учебе, в вашей жизни, здоровья вам, вашим родным и близким. Главные герои праздника, конечно, те дети, которые переступают порог школы впервые. В новом корпусе сформировано 10 первых классов. В них будут обучаться 300 детей. Я бы хотела пожелать, чтобы все хорошо учились, хорошо все слушали, не пропускали школу, и все было хорошо. Всего за новые парты 28-й школы сели 2153 обучающихся. Учитывая запросы жителей, в корпусе открыли группы предшкольного образования, академические классы с углубленным изучением математики и русского языка, а также профильные классы. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. За парты новой лингвистической гимназии 1 сентября сели больше тысячи школьников. Учебные заведения построили на Середнем бульваре в жилом комплексе Люберецкий. На торжественном открытии побывали министр правительства Московской области Светлана Стригункова, глава округа Владимир Ружицкий и представители депутатского корпуса. Юные ученики волнуются и предвкушают что-то еще абсолютно неизвестное. Новую школу, новых друзей, новый этап в жизни. За детей не меньше переживают их родители. Можно узнать, как ваше настроение сегодня? Хорошее. Не переживаешь? Чуть-чуть. А в какой класс идешь? В первый. Лидия Познякова привела в новую гимназию двух дочек. Старшая Диана идет в шестой класс, а ее младшая сестра Софья сегодня первоклашка. Но обе девочки пришли в эту школу впервые. Мы переехали из Москвы в область, и это для нас первая школа. Потому что хочу, чтобы детки знали в будущем языки, и мы делаем упор на языки в основном. Гимназия лингвистическая. В ней дети будут изучать шесть языков. Английский, немецкий, французский, испанский, китайский и японский. Конечно, не все сразу. На выбор. Языки будут вводиться постепенно, начиная со второго класса. В первом классе в рамках внеурочной деятельности, и в пятом классе два обязательных языка для изучения. На торжественной линейке собрались 237 первоклассников. Малышей, которые только перешли порог школы, подбадривали вокальные коллективы. Детей и родителей поздравили глава округа Владимир Ружицкий и министр Светлана Стрягункова. В школьные годы, конечно, это фундамент будущего, и этот фундамент закладывают наши учителя. Поэтому я хочу отдельно слова благодарности сказать педагогическому коллективу за ответственность этому благородному делу. Сегодня детишки вводят такой мир знаний. Я искренне желаю, чтобы этот мир знаний нашими детьми был покорен. Родителям искренне желаю благополучия, в том числе материального, чтобы вам хватило задора и комфорта для воспитания ваших детишек. Прозвучал заветный первый звонок, и ученики отправились знакомиться с новой школой и со своими классами. Хотелось вам в школу идти? Да! Ну да, я волнуюсь. Ну, отличное настроение. Первый в жизни школьный урок проходит и у Евгении Данча. Родители Василий и Александра ждут в коридоре. Волнуются больше, чем дочь. В школу первоклассница пришла подготовленная. Постарались не только воспитатели, но и родители. Привели интерес к знаниям. Мы купили прописи, я делала все задания, которые в школе. И очень ждала того момента, когда я поступлю в первый класс. Мы пожелаем ей, чтобы она стремилась учиться, чтобы ей нравилось учиться, чтобы она узнавала много всего нового. Мы, конечно, в этом будем помогать. Я думаю, что и школа будет в этом помогать. И учитель, первый учитель, и последующий учителя тоже. Я надеюсь, что все у нее получится в этой жизни. Образование в наше время – это очень важно. Поэтому все в ее руках. Ну а мы чем можем, поможем. Педагогический состав полностью укомплектовали. Как молодые специалисты, так и педагоги со стажем. Приняли под свое учительское крыло 1103 ребенка. Анна Слайковская, Айтад Шчерагова, Денис Угольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В новый учебный год – в новую школу. Образовательное учреждение открыли 1 сентября в поселке Мирный. Перерезать ленту и поздравить школьников приехали глава городского округа и депутат Мособлдумы. Взволнованные родители. Белые банты и букеты цветов, которые по размерам обгоняют самих новоиспеченных учеников. Это первая линейка в школе номер 51. Впереди следующий этап жизни, ведь школа – это больше, чем просто уроки. Школа – это друзья, это общение, это просто такая интересная жизнь. Я думаю, вы с этим познакомитесь. И я думаю, вы только зашли в эту школу, уже понравилось, а сейчас вы разойдетесь по классам. Я думаю, что у вас появятся новые друзья, новые увлечения, замечательные учителя. У вас впереди большое будущее. Вас ждут новые открытия, новые свершения. Вы, я уверен, принесете в нашу жизнь очень много хорошего. Я желаю всем первоклассникам влиться в этот замечательный, чудный коллектив и добиться самых высоких результатов. Единственная в микрорайоне школа снизила нагрузку с соседних образовательных учреждений. Самый старший класс здесь – десятый. Я вам желаю, как классный руководитель, быстрой, успешной адаптации в нашей школе. Новое здание учителя и классный руководитель. Бориса Бабкенова такие перемены не пугают и первоклассникам желает не бояться. Находясь в старшей школе, вспоминает, как 10 лет назад услышал первый звонок. Я очень радовался, я всегда говорил, что я пойду в школу, буду учиться на пятерке. Ну, всегда вот как-то на позитиве всегда был, а потом, когда пошел в школу, уже понял, что будет нелегко. Первоклассникам пожелаю в первую очередь, чтобы они всегда хорошо учились. Напутственные слова первоклассникам сказали и другие ученики старшей школы. Это, несомненно, ответственное время для вас. Ведь вы переходите практически во вторую половину вашей жизни после, конечно, детского сада. Школа. Это для вас будет новый дом, новая семья. Первоклассникам в первую очередь хочется пожелать дружелюбного коллектива, чтобы они сразу же смогли освоиться в новом месте. Хочется, чтобы они взяли всю свою волю в кулак и шли уверенно все эти годы. Кто-то 9 лет, кто-то 11. Чтобы они блистали, как звездочки, и все, чтобы у них получалось. Я пожелаю им счастья и здоровья, чтобы они постоянно занимались спортом, учились хорошо. Первоклассникам я пожелаю всегда оставаться в здравом уме, не находить себе плохие компании, всегда оставаться при своем мнении, не ходить на поводу глупым людям. Всегда нужно слушать только себя, то, к чему у тебя лежит сердце, иди только туда. 26 классов, 730 детей будут учиться в нескольких корпусах. В зданиях расположены три спортзала, современные актовые залы и оборудованный пищеблок. А кабинеты укомплектованы так, чтобы обеспечить детей качественным образованием. А это от Щерагова Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе стало на один детский сад больше. Новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 350 мест, торжественно открыли в поселке Красково. На праздники побывали мои коллеги. В постели заправлены, стулья расставлены, а в пищеблоке уже царит аромат свежих булочек. Новый детский сад полностью готов к предстоящей встрече с воспитанниками. В просторном здании 19 групп, две из которых ясельные и одна коррекционная. Штат сотрудников набран, укомплектован детский сад уже практически на 100%. У меня очень хороший коллектив. Все педагоги имеют первую высшую квалификационную категорию. Я довольна коллективом, который вот-вот уже начнет свою работу. Но перед тем, как приступить к работе, коллектив нового детского сада устроит для детей и их родителей первый праздник. На торжественное открытие «Радуги» пригласили почетных гостей. Вы, уважаемые родители, приводите детей в детский сад новый, но традиции Люберецкой земли, я думаю, будут все учтены, все будет лучшее здесь собрано, и ваши дети получат и достойное воспитание, и качественное образование. Я думаю, что он один из лучших детских садиков в Люберецком городском округе, да и Московской области. Вы заметите, он уютный, он просторный, он просто построен по-доброму, с душой и любовью. За такой подход к работе глава округа наградил застройщика. Возведение детского сада – часть инвестиционного проекта компании «Тройка Ред». Он трехэтажный, с лифтами, с игровыми комнатами, соответственно, со своими детскими площадками. Мы постарались сделать его максимально интересным, ярким. Со своей задачей строители справились. Название детского сада соответствует его внешнему виду. Он такой же яркий и красочный, как внутри, так и снаружи. В новое дошкольное учреждение уже записались 270 ребят, в том числе в возрасте от полутора до трех лет. «Нравится играть с детками, знакомиться, общаться, а там, думаю, все будет хорошо. Надеюсь, воспитатель сможет найти подход правильный к деткам, и они будут с радостью ходить. Вот дочка будет ходить. Завтра пойдет первый день, уже не знаю, как будет привыкать». И еще один новый детский сад появился в жилом комплексе «Люберцы-парк». Проинспектировал постройку для юных люберчан глава городского округа Владимир Ружицкий. Качели, горки, песочницы и веранды ждут своих маленьких друзей. Учить буквы и цифры дети смогут даже на свежем воздухе. В игровых комплексах есть все необходимое. Таких площадок девять, ровно как и групп, которые скоро наберут. Садик рассчитан на 220 малышей. «Наша задача сегодня – сформировать работоспособный коллектив. Этим вопросом занимается управление образованием. Садик получился, я оцениваю, добротным, уютным достаточно, просторным. Сегодня уже есть новые проекты, новые планировки, и все это соответствует». Как снаружи, так и внутри детский сад соответствует всем современным требованиям. Есть актовые спортивные залы, пищеблок, игровые комнаты и спальни. Все для комфорта малышей. Строительство длилось два с половиной года. И результат того стоил. «Здесь трудилось порядка 200 специалистов разной категории. Проектировщики, инженеры, строители, безусловно. В итоге мы построили все в срок». Территорию садика обустраивали ландшафтные дизайнеры. Уже высажены деревья и кустарники. Есть альпийская горка. Следующий этап – ввод детского сада в эксплуатацию. Это запланировано на четвертый квартал текущего года. Школьные стадионы открывают ворота. На территории инженерно-технологического лицея открыли стадион для всех. На торжественной церемонии побывала наша съемочная группа. Потренироваться после рабочего дня любят соседки по дому Наталья Горбунова и Елена Дмитриева. Для Натальи бег – эмоциональная и физическая разгрузка. А любимый вид спорта Елены – быстрая ходьба. Доступному школьному стадиону обрадовались обе. Ведь теперь заниматься физкультурой можно на качественной площадке. Движение – это жизнь. Нужно всегда двигаться, быть в движении. И очень, конечно, хорошая новость была то, что открыли стадион. То, что в открытом доступе можно приходить заниматься. Очень рада, что открыт этот проект. Я сама проживаю рядом, пользуюсь всеми условиями этого стадиона. Доступным спортивное ядро сделали в рамках пилотного проекта по открытию школьных стадионов для общего пользования. Чтобы обеспечить безопасность, вокруг установили двойной забор. Так жители смогут попасть на спортивную площадку, не заходя на территорию учреждения. Вот прям огромный такой призыв, чтобы все-таки данный стадион тоже оставляли в чистоте, в порядке. И следили, если даже, допустим, кто-то приходит пользоваться, не забывали, что в первую очередь это для наших детей. Те школы, которые закладываются со спортивными объектами, сразу предусматривается, что этот школьный стадион, он будет использоваться, эксплуатироваться и для жителей. Стадион оборудован камерами видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный город». Футбольное поле, беговые дорожки и воркаут-зона открыты с 6 утра до 10 вечера. Здесь вот физкультурники в основном у нас собрались девушки, а значит ваши спортивные мужья, наверное, на работе сейчас. И вот когда они придут с работы, у них будет прекрасная возможность прийти на этот стадион, пробежаться пару кругов, быть еще более прекрасными, симпатичными и любимыми. Помимо инженерно-технологического лицея, для общего пользования стадион скоро открывается и в школе номер 28. Айтад Шчерагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Ну а после уроков на танцы, накануне нового учебного года в Люберецком дворце культуры организовали День открытых дверей. На показательных мастер-классах побывали мои коллеги. Русские народные танцы для участников ансамбля «Россия» – это большая часть жизни. Мечта Екатерины Кутешовой стать хореографом, поэтому и пришла в коллектив. А для Ивана Варсеновича народные танцы – хобби, которым увлекаются далеко не все юноши. Мы здесь работаем уже 11 лет, почти 12. Это стало частью нашей жизни. Лично я не представляю свою жизнь без ансамбля. Я тоже. Я буду жалеть, когда уйду отсюда. Попасть в ансамбль – дело нехитрое. А вот остаться сложно. Педагоги обучают с нуля и справедливо требуют от детей самоотдачи. Чтобы танцевать в коллективе на протяжении долгих лет, нужна сильная мотивация. Самое главное – иметь обычные базовые навыки, которые есть у каждого ребенка. Музыкальный слух должен быть у ребенка. Он у многих есть. Растяжку не особо требуют. В основном должно быть желание у человека, и тогда у тебя все получится. После показательных выступлений детям и родителям провели экскурсию по Дворцу культуры. Юные люберчане побывали не только на сцене, но и за кулисами. Сюда мы не пускаем вообще никого. Только вас сегодня. Очень часто я, когда провожу экскурсию, я прошу родителей похлопать из зала. И когда ребенок ощущает, как ему хлопает мама, я говорю, ты представляешь, вот так вот будет всегда. Все, я хочу петь, я хочу танцевать. Все, и мы сразу записываем в кружки. Более 80 кружков Дворца культуры как для детей, так и для взрослых. А с 2021 года заработают еще несколько новых студий. Первая – это «Жазель» балетная студия. В этом году новая открывается театральная студия, студия сценического слова «Наше поколение». У нас открывается студия «Волшебный сундучок» по декоративно-прикладному творчеству. Студия «Принт», где вы сможете научиться разрисовывать одежду, те же самые джинсовки, футболки. На дне открытых дверей дети также могли попробовать себя в декоративно-прикладном искусстве. Педагоги организовали мастер-классы. Айтад Шчерагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.